добрый день уважаемые коллеги вот больше всего в нашей жизни когда мы работаем мы говорим о том самом дорогом что у нас есть это о клиенте как общаться с клиентом как понять его истинные мотивы потребности этому мы посвящаем очень-очень много времени и сталкиваемся зачастую в тем с тем что вот зашел к нам клиент мы начинаем с ним общаться а потом он начинает нам возражать говорить вы меня неправильно поняли и так далее бывают приходят к нам такие люди которые действительно выносят мозги да это проблемное это сложные клиенты и при этом есть один инструмент есть одна возможность это диагностировать клиента его состояние и его внутренний мир в тот момент когда он появляется на пороге нашего агентства как диагностировать клиента как понять что же он будет говорить как будет построен разговор сегодня на эту тему нам поможет подумать александр иванов практикующий физиогномист человек который по внешнему виду человека по его выражение лица по его поведению может установить то что нас интересует внутреннее состояние и образ восприятия окружающего мира нашим клиентам добрый день александр здравствуйте ну наверное начать стоит самого начала что же такое физиогномика и как она может быть полезно менеджеру по туризму ну физиогномика это не наука как многие считают это метод дистанционной визуальной психодиагностики на человеческом языке это означает что по лицу человека мы можем определить его модель поведения сильные слабые стороны как мы себя поведет в каждой новой ситуации можем предсказывать его поведение точность довольно таки высока почему потому что исторически так сложилось тот метод о котором мы говорим сегодня эксплуатировался утилизировался проверялся еще во времена советского союза на предприятиях стратегического масштаба в различных силовых ведомствах и уже в наше время этот метод перекочевал в политику в бизнес конкретно сегодня мы сможем говорить о том как использовать данный метод в работе с клиентами то есть это повторюсь не наука а вот эмпирическое знание которое позволяет как раз по тому как сложилось лицо человека до или как он какую он использует мимику как вот в фильме там этого как его сериал теория лжи да вот установить что собственно ожидать от человека не совсем верно физиономика и лежит на пересечении двух наук это биологии и скажем физиологии и психологии и вот на пересечении появился метод вопрос научности является вопросом более бюрократичным то бишь необходимо прости пройти некоторое количество эмпирических тестов подвести там доказательную базу но теми кто практикуют сегодня активно данный метод это продавцы абсолютно разные это сотрудники и чар это силовые ведомства все те кто действительно научился пользоваться ей правильно и делать это каждый день они не нуждаются в каких-либо дополнительных доказательствах а просто использует ее но сегодня уже проводятся первые шаги в том направлении чтобы данный метод вывести на уровень науки на чем базируется метод как как это вот существует все просто у нас есть физиология в общем то очень похожие но в деталях если вот брать прямо детали каждый квадратный миллиметр или сантиметр мы значительно друг от друга отличаемся ну в принципе у всех есть уши нос глаза рот подбородок там это лоб это но у кого-то уши больше у кого-то голова более круглая у кого-то более длинная у кого-то глаза больше меньше круглые либо сливовидные челюсть тяжелая либо легкая губы развитые тонкие и у нас на лице порядка 250 маркеров и если мы попробуем сложить все возможные вариации все возможные вариации этих маркеров то нас получится огромное множество возможных скажем лиц и по сути потом поэтому мы такие разные поэтому нас из 6 миллиардов людей на сегодняшний день слышал статистику что каждый человек имеет в этом мире 6 своих близнецов вот поэтому по структуре генов мы можем предположить что порядка на 1 миллиардов у нас один миллиард но сложится возможных комбинаций и вот это минимальное отличие казалось бы уха немножко больше или уха меньше челюсть тяжелее или легче ежесекундно ежеминутно ежечасно ежедневно влияет на то как мы себя ведем как мы преодолеваем сложные ситуации как мы преодолеваем какие-то проблемы как мы воспринимаем информацию подожди то есть форма или размер уха это ж дано от природы и это каким-то образом определяет мой характер мое поведение конечно скажем так человек у которого ух и уши немножечко отставлены тоже называется лопоухий склонен более прислушиваться к некоторым сигналом в этом в данный момент помимо позитивных характеристик которые есть есть негативное например человек дольше начинает какое-то действие он хочет получить больше информации а потом только начать действовать есть задержка в реакции в то же время человек когда уши прижаты человек больше действия моментально реагирует есть огромное количество других особенностей поведения но так что здесь и сейчас на примере элементарно скорость реакции то бишь тут больше рефлексия переоценка просчет тут моментальная характеристика оперативника взял и сделал все и точно также взять например нос в носу у нас находится огромное количество обвинятельных рецепторов взаимосвязь не линейная но все-таки есть чем больше нос чем он не оставлен ней на выше в анфас соответственно тем больше у нас площадь обвинятельных рецепторов и тем лучше у человека способность дифференцировать сигналы которые он получает конкретно обонятельные с другой стороны нос дает возможность углубиться в новую сферу в какой-то вопрос в новые обстоятельства грубо говоря разобраться разобраться в ситуации то есть если он лопоухий и у него большой нос то он больше склонен вот как раз разбираться копаться услышать и принимает решение достаточно долго а если у него нос картошка и прижатые уши то это человек вернее всего действий которые основываются на каких-то поверхностных не картошкой а скажем невысокий и сдернутый это моментальная реакция но при этом работа не с тем что есть по сути а работа с этикеткой скажем то хороший клиент которому показал картинку вот будет вот так да договорились беру но там же есть еще глаза челюсть и так далее то есть из вот этих вот комбинации из этих маркеров можно приблизительно сформировать картинку того как воспринимает человек окружающий мир и как он принимает решение и соответственно так и можно очень точно сфоргнозировать если практиковать очень точно поэтому сегодня и чар использует физиогномику обязательно потому что когда мы говорим про некий функционал ну тут уходит другой несколько отрасль есть не должность а правильно ведь функционал что человек должен выполнять какие такого поведения от него ожидают какую эффективность от него ожидают и под данный конкретный функционал и чар который практикует физиогномику подбирает человека который скажем там оперативник напористый там при этом только чувствую ситуацию разбирается вопросах ну тогда у меня будет концу разговора на просьба для наших директоров директоров туристических агентств которые собственные подбирают себе персонал сформулировать вот внешний вид условно человека хорошего продавца можно будет встречная просьба мне туда необходимо понимать очень детально характеристики до функционал что ожидается от этого человека но попробуем я попробую озвучить наверное что в общем ожидается от менеджера по туризму а ты сформулируешь как бы он при этом выглядеть попробуем да вот и так есть определенные вот схема до система которая позволяет нам определить через физиологию характер назад и назад да если человек меняется и поведение проходит какие-то курсы обучающие личностного роста как-то по-другому складывается его жизнь точно так же это отражается на листах я замечал это человек меняется буквально за полгода меняется становится вот особенно ребята которые проходили сложные тренинги личностного роста становится более такой как-то хищное вот выражение лица более такое напористая как-то причем в деталях ты не можешь описать вот ты чувствуешь что человек стал более каким-то фокусированным это вот оттуда да и приобретенные маркеры дают нам наиболее тонкую интересную информацию супер а давай поговорим о маркерах вот об этом об этой составляющей что же это такое где она находится изначально лицо мы разделяем на три зоны зону сознания это от макушки до линии бровей зона контакта от линии бровей до линии рта и зона действия все что ниже линии рта до подбородка ну до первого там до второго не считаем до третьего наверно до первого до костяшки является зоной действия чем их отличие в зоне сознания у нас приходят все логические расчеты появляются все желания эгоистичные амбициозные либо просто это некий генеральный штаб в котором формируется задача зона контакта почему называется зона контакта что они расположены органы рецепции глаза уши нос губы максимально сконцентрированы именно в этой зоны также кожа на по всему телу поэтому в данной беседе мы не будем о ней говорить и зона действия ориентируется на зону контакта который собирает информацию внешнего мира это такой оперативный штаб зона действия получает сигнал что и где надо захватить и наша челюсть рот зубы эволюционно сложить для того чтобы захватывать то еще мы хотим вот либо наоборот противостоять внешней агрессии это в двух словах о зонах основных дальше каждая зона делится на еще более скажем маленькие зоны и мы получаем конкретно рассматриваем каждый элемент и понимаем что с ним необходимо делать если же перейти конкретно к работе с клиентами вот здесь и сейчас к нам пришел клиент необходимо ему продавать что же делать рекомендую начать с самого простого что есть это оценить насколько у человека лицо вытянутая либо круглая характеристика довольно таки простая но имеет множество очень серьезных последствий как же мы определяем круглая голова или длинная мы меряем ее по высоте от макушки до костяшки до подбородка и по ширине по линии скул вот тут где уши перерастают голове вот по этой линии получаем две пропорции еще не две пропорции а два размера может быть сантиметрах миллиметрах дюйма шагах попугая в чем угодно неважно потом мы ширину делим на высоту и умножаем на 100 есть две цифры если получившаяся пропорция больше 80 процентов это круглой лицей типаж если же получившаяся цифра 70 или меньше процентов это длинноголовый типаж как правило как правило в наших широтах большинство длинноголовых типажей но визуально чтобы не заморачиваться никто же не будет мерить клиента с линейкой необходимо просто взять пару фотографий своих родственников коллег сделать пару примерок и понять но может повесить даже на компьютер же собственно вот картиночку которая будет тебе помогать круглое овальное лицо очень кстати хорошее предложение и главное научиться визуально просто определять что у человека лицо более круглое либо более длинное кстати это может быть как раз и задачка уважаемые зрители у вас есть люди которые но спокойно прореагирует может зададут вопросы если вы будете их мерить с линейкой да но по крайней мере они смогут то есть ваши родные и близкие люди вы им сможете объяснить что же вы делаете вы тренируетесь то есть задача для вас домашнее задание берете линеечку измеряете лицо можно даже не на человеке а на фотографии и начинаете набивать себе вот визуальную умение как раз определять более вытянутое лицо или более круглое или среднего я скоро что это может на все можно поиграться очень любят на обучениях определить в своем коллективе самого круглолицого и не самого длинноголового только без учета счет потому что многие почему-то сбиваются про щеки сразу начинают говорить вот такие неполные и так идем дальше если демонстрирует что это что это определяет это ты дальше скажи сейчас вот рассказываю данном случае у нас пример круглолицого типажа а вот в данном случае пример длинноголового визуально отличить довольно таки несложно что же это означает если мы возьмем круглолицого его зону действия и зону сознания мы поймем что они находятся максимально близко друг другу он составляет единую функциональную группу соответственно человек в новых обстоятельствах очень легко их ощущает моментально быстро на них реагируют и хорошо естественно под них подстраивается скажем такая хозяюшка некая да которая пришла в новую пещеру поняла что где находится и моментально на все среагировала и все там обустроила а если мы возьмем длинноголовых типажей то зона действия отставлена далеко от зоны сознания получается есть некоторая задержка в реагировании тормозит тормозит это нужно больше информации больше времени на принятие не так не так не так вот тут это идет самая расхожая ошибка линейная логика надо немножко для меня логики отходить есть у данной характеристики много и хороших и отрицательных характеристик помимо того что человек тормозит мы сейчас про длинноголовых говорим получается что он должен как-то это компенсировать почему что эволюционные процессы развития требовали от организма чтобы он при любых обстоятельствах выживал собственно как он это может делать он нарабатывает схемы реагирования на каждый повод собственно это люди схемы алгоритма некой догмы поэтому они довольно таки уперты и самоуверены и вот тут мы приходим к проблемному клиенту чем длиннее голова у клиента тем тяжелее будет его переубедить то есть у данного человека как правило складывается собственное представление о чем-либо они в принципе это не очень приземлены если вы видите бы на бытовом уровне в основном летают в облаках выстраивать концепции чего-либо чего бы они хотели и как этому прийти когда эта концепция выстроена переубедить практически невозможно поэтому такого человека лучше выяснять получать от него максимум информации что он думает какая у него картинка его отдыха как бы он предпочел сейчас отдохнуть и так далее и когда он на это выдает то нужно максимально под это именно подстраиваться а вот человек с более круглым лицом ему как раз можно вариативность предлагать и он к этому отнесется более благосклонно правильно абсолютно верно и в дальнейшем бывает такое что люди уже поехав в отдых встречаются с какими-то новыми обстоятельствами которые не были предусмотрены и тут начинается паника круглолицый типаж моментально сориентируется моментально найдет решение и никаких проблем у него это не вызовет у длинноголового получается что у него изначально была схема эта схема поломалась и значит тут начинаются проблемы а кстати в этом случае как раз может быть и аргументацию хорошо простраивать если человек ну грубо говоря длинноголовый да у него уже есть схема какая-то отдыха вплоть до того что он уже выбрал себе отель да когда мы ему аргументируем то уже можно будет как раз предупредить его о том что ну условно если отель с нюансами как говорят да то об этих нюансах сказать заранее для него будет лучшим до характеристикой то есть от него лучше это не утаивать и сразу сказать и тогда он попав в ту ситуацию вернее всего будет более благодарен к вам да за то что вы его предупредили у него в схеме там появился какой-то маркет абсолютно верными у нас проблемы с клиентами в основном из-за того что клиента были некие ожидания и эти ожидания не сошлись с реальностью так вот в данном случае у этого клиента очень конкретные жесткие ожидания и чем больше не будут сходиться тем больше вы потом получите проблеме лучше их информировать заранее округлолицей может к этому отнестись даже как какой-то авантюре и не ну будет так будет кей там разберемся но вот тут необходимо сделать замечание все верно но данном случае мы говорим только про форму головы один из маркер один из маркеров существуют еще десятки маркеров которые могут повернуть сделать из круглолицого клиента проблемного азина голова наоборот позитивного но мы сейчас говорим о начальном начальном до начальном уровне попробовать оценить и для себя сформулировать какие-то базовые вещи которые будут помогать в продажах по крайней мере добавить два три четыре десять процентов к точности прогноза что же нужно этому человеку и как с ним собственно строить бесед абсолютно верно прежде чем пойдем дальше дам под последнюю рекомендацию кстати на длинноголовых просто не тратить свое время на споры с ними вот просто вы сэкономите кучу времени своего клиента и избежать свои нервы на самом-то деле бесполезно бесполезно абсолютно пойдем дальше есть еще одна характеристика в данном случае это характеристика челюсти ее форма в данном случае мы видим форма треугольные не это не лассиду челюсть высокая высокая но узкая получаем некую клиновидную структуру еще существует вариант когда челюсть высокая и широкая легкая и широкая как моем случае челюсть легкая и широкая а вот первый а первые первая фотография вот там какая челюсть узкая и тонкая или еще вот широкая и здесь получается примерно такая же как у меня не высоту средней высоты может немножко меньше но широкая вот очень демонстративно дал тоже можно повесить фотографию джекма это сам один из самых богатых людей китая правильно да 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 основатели либо ба ну давайте вернемся к нему на секундочку обратите внимание на зону сознания насколько у него развита височная зона комбинаторики который оперирует всеми полученными знаниями и вот зона эвристики получения новой информации у него очень хорошо развита поэтому в данном случае его секрет успеха именно в высоком интеллекте высоком интеллект ну что же возвращаемся к этой челюсти что мы имеем мы имеем высоту челюсти который говорит о напоре в данном случае очень хороший напор способность продавить ситуацию свою пользу дожать до конца довести какое-то дело в общем хорошая характеристика ширина челюсти говорит о стрессоустойчивости с одной стороны о маневренности о способности перенести усилия с одной точки на другую когда челюсть узкая получается что напор бешеный а маневра нету и мы получаем типаж называю одноколейщика когда человек стал на какую-то колею и уже понимая абсолютно все последствия не может свернуть в другую сторону в рабочих процессах это выглядит таким образом когда у нас есть некий проход человек уперся в стену бьет ее головой руками ногами пытается проломить ситуацию но стоит ему сделать пол шага в сторону как можно есть дверь который можно зайти и вот это на вот эта характеристика обратите внимание типаж длинноголовый во первых во вторых длинновидная челюсть и мы имеем крайне вот здесь вот крайне упертый человек который ни при каких обстоятельствах не будет менять свою позицию чтобы там не случилось он тут а ситуация когда будет до последнего тратить свои силы свои нервы свое время пока вот не будет так как он хочет чтобы было но как правило такое не происходит зачастую и человека начинается полный разлад с психикой большие проблемы с собой потери энергии и не долгое время потом лежат пытаются пить чувство тогда вот вопрос рекомендации если подобный человек выбрал себе отель при этом он ну заявляя отдых вот я хочу отдохнуть так чтобы полежать что меня никто не трогал все и вот в нашел себе отель на котором я именно так и сделаю это допустим там джакаранда но а мы-то знаем что в джакаранде это семейный отель и там очень большое количество детей которые постоянно шумят много детской анимации которая при этом дети вместе с воспитателем 15-20 человек может ворваться в самую лаунж зону и там устроить себе какие-то празднества игры и все остальное да такое было это реальные примеры жизни этот человек едет отдохнуть именно такой больше лаунж хочет чтобы был движ но чтобы вот я когда хочу туда пришел а когда не хочу я спокойно отдохнул я понимаю что в этом случае наступит конфликт действительно там он этого не получит что мне делать какая вот рекомендация спорить с ним бесполезно обсе что делать абсолютно не давал рецепта что делать если бы это было подбор персонала и мне поскали на нужен человек который быстро меняет перестраивается меняет готов построиться под любую ситуацию менять модель поведения я бы его не рекомендовал если это клиент просто вы предупреждены и значит уже понимаете чем это все закончится стоит ли не без спора предложить вариант альтернативный упомянув о том что в этом отеле много детей постоянно вот это вот движ происходит и так далее а вы говорите о том чтобы отдохнуть на пляже и вообще отдохнуть и поэтому я бы рекомендовал аналогичный отель с такой же структурой находящиеся там то вот так вот называющиеся по такой цене и отступить в сторону однозначно стоит но данном клиенте наибольшие проблемы будут не с данной ситуации в данном клиенте будут проблемы когда начнется какой-то конфликт но есть он начнется то сразу необходимо понимать что за две минуты не закончится если у вас уже с ним конфликт пошли какие-то разборки вот выяснение отношений кто куда кому чего должен этот будет идти до конца но он же по возврату такое может и устроить если он таки выберет джакаранду да вот и там совершенно не отдохнуть я видел такого человека в джакаранде он с ноутбуком пытался где-то приткнуться все время а вот и его постоянно там окружали дети какие-то крики он грустно сидел в там среди ресторанов есть такой лаунжевый ресторан библиотека днем там людей вообще нет туда заходит просто прохладительные напитки взять и опять убегает и вот он сидел в днем когда вот сама жара самое море самое развлечение он сидел там в такой прохладстве сидел и и вот он с грустью смотрел на людей через окно и что-то там копался в ноутбуке вот он же вернется и вот туда может начаться конфликт однозначно будет однозначно и вот единственную соломку подстелить это перед тем как он будет уезжать все-таки предупредить что вот такое такое и когда он приедет сказать но я же рекомендовал и в данном случае минимальная проблема если сразу ее не решить она будет раздута до уровня слона уже там ожидая от этого то есть подготовиться там не знаю телефон гида иметь до отеля поспрашать у своих коллег кто-то у кого есть контакты напрямую этого отеля и быть готовым что может появиться такой звоночек и ни в коем случае вы не пропускать сто процентов не пройдет просто отслеживайте таких клиентов это ну дай бог вам именно этого клиента с точки зрения денег да да уважаемые зрители вот если такой человек придет это будет хороший тур но вот то что это может быть проблемой если не совпадает ожидания с реальностью и что стоит обращать внимание на его запросы очень внимательно следующий идем дальше посмотрим маркер который называется рот просто такой рот это группа который стоит из отверстия и губ соответственно мы можем ртом делать что поглощать энергию извне это может быть на элементарном уровне животном просто пища как человек идет поглощение энергии информации пищи материальных ресурсов чего угодно поэтому по не по форме формы тоже есть вариативные по размеру рта мы можем выделить два крайних типажа людей с большим ртом и людей с маленьким ртом с первыми у вас проблем не будет никаких это шикарный клиент который пришел увидел захотел почему потому что имея большой рот он имеет внутреннюю мотив постоянных большей экспансии хочу еще и еще и еще такому клиенту вы продадите много продадите с большим удовольствием все бы как он на это крайне активен в своем поглощении но есть один момент как правило у активных людей которые хотят все еще и еще не хватает наличности поэтому необходимо сразу оценивать еще один такой маркер есть если на губе вот здесь вот где мне усы я бородой прячу все что не надо видеть никому если вот тут вот есть морщинки вертикальные доведел 3 то то что у человека сегодня проблемы с финансами здесь и сейчас точно через месяц два-три эта ситуация может разрешиться но прямо сейчас он состоянии эти когда вот максимально ремень затянул и ресурсов нету поэтому есть бизнесмены которых там миллионные активы но бывает что вот нету деньги не зашли и сегодня вас нет без них морщина появляется течение недели-двух тоненькая и если бы не искал то не увидел бы как только ситуация меняется деньги пришли все морщина важен разглаживается ее там нету но есть это не тянется в течение лет многих идем дальше и вот тут вот у нас есть типаж с маленьким ртом кстати у меня рот меньше среднего отец сможет откалибровать в чем фокус данный типажи не могут поглощать такой объем всего поэтому эволюционно для того чтобы компенсировать данную характеристику относительно большеротых они выбирают что-то одно самое хорошее самое лучшее то что подходит именно им и до последнего не показывают объект своего внимания объект своего выбора поэтому они крайне на тем переборчивы капризны и скрытны и ковар у них все таки есть объект то есть задача его найти или они не могут выформулировать этот объект они его могут сформулировать его характеристики но они вот пока не увидят перед глазами или пока его не учуют именно вот то что они вот читают самым им подходя это же быть самое дорогое это не самое дар это не самое крутое это что лично им по и внутренним ощущениям наиболее подходит в данный момент времени поэтому это вынос мозга для сотрудника турфирмы потому что подобрать тур для такого человека очень тяжело а если к вам приходит пара и где и муж и жена маленькоротые и у них есть видение которое отличается друг от друга это вообще большой объем ресурсов необходимо будет потратить чтобы им продать но в данном случае как раз стоит обращать внимание на процесс выявления потребностей вот прояснения нюансов того как бы человек хотел отдохнуть и так далее чтобы предложение было максимально те которые формулируются максимально близкими к ожиданиям да да и если человек уже увидел чтобы понравилось конечно он еще тут быть задержка в решении почему потому что эволюционно к цели необходимо подобраться втихаря ничем себя не проявляя и потом сделать один молниеносный бросок на захват и если вы поняли дальше мы поговорим об этом что человек действительно заинтересован в этом значит он уже это купит мари про маленькоротых маленькоротый это уже возьмет он может даже заплатит больше пойдет на какие-то уступки в чем-то другом но вот данный тур он захочет и она будет покупать то есть если он проявился все значит дань достигнута осталось именно сервисом довести продажу до обмена товар деньги товар вот данный клиент может купить у вас а сейчас пойти к другому купить у него и ему привязки к нету а вот маленькоротые типажи если уже однажды купили у вас все следующий раз придут именно к вам и рекомендовать всем будут именно вашу турфирму по что лучше свой выбор сделал у вас это мессия который будет вас везде рекламировать поэтому стоит потратить на него время и однажды ему продать до звучит очень перспективно но все-таки ресурсы сразу готовьтесь этого и если мы еще возьмем длинноголового с маленьким ртом это уже мы понимаем насколько увеличивается объем нашей работы и после необходимо быть внутренне готовым к такому клиенту а если еще клиновидный подбородок то да вот постепенно вырисовывается картинка сложного клиента да 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 вот так она есть идем дальше губы эволюционная губы получается как бы обслуживают рот в том характер в плане что рот это наш наши войска захвата а губы это разведбатальон которые должны прийти что-то оценить понять насколько это съедобно именно для меня и есть это для меня съедобно я это буду поглощать поэтому по развитости губ мы можем понять насколько человек требователен в изучении предложения то бишь различают типажей с развитыми губами и с тонкими губами начнем с губастых у них на губах большая большое количество тактильных рецепторов грубо говоря изучая чашку я буду долго со всех сторон ее крутить на нее смотреть изучая ручку я тоже буду ее пытаться максимально изучить маленькие дети все берут не в рот обратно в губы они губами когда пока еще не сформировалась до конца кора головного мозга работает ретикулярный мозг и лимбическая система древние настройки то все идет через губы точно также губастый придя в турфирму взяв в руки каталог с предложением с возможными вариантами будет долго и тщательно его изучать и ему важно в данный момент не мешать ни в коем случае мы не перебиваете вы не отвлекаете его не рекомендуете вообще у него сейчас получения тактильной информации желательно чтобы каталог был приятный на ощупь и тогда когда он уже всем наигрался уже тогда можно его кружите ему продавать лучше каталог такой более потрепанный или наоборот у навьё-навьё я бы сказал он должен быть не вопрос не потрепанный или навьё а он должен быть тактильно богатый ну скажем взять клеенку или замшу но дорогие те каталоги которые по дорогому оформлена необычные относятся к вип клавиша сегмента а обычные каталоги они более простая это уже забота турфирмы как бы я могу дать рекомендацию это не должно быть такой же как и у всех я бы сказал если он немножечко шероховатый есть бумаги которые картоны которые предоставляют такие хорошие ощущения это уже плюс пощупайте пожалуйста каталоги которые вы даете клиентам в руки закрыв глаза или хотя бы визитку в первую очередь если вы даете все свою визитку губастому в руки это должен быть либо прорезиненный плайк либо картон такой вот хороший это уже первые хорошие ощущения когда он к вам пришел это уже плюс один баллов копилку понятно а вот типа же тонкогубы не имеют необходимости что ли внутреннего мотива к долгому изучению объекта внимания решение принимает быстро вот если эти долго 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 думают почему они то чтобы думают они калибруют свои ощущения на губы поступает информация который необходимо переработать чем больше губы тем больше информации задержка в принятии решений то же самое что лопоухи вот танкогубы типаж пришел увидел победил все вопросов нет единственное что могу сказать ему нужна рекомендация третьей стороны это может имидж хороший позитивный это может быть крутизна бренда это может быть действительно что какая-то звезда пользуется услугами данной турфирмы для танкогубова это аргумент весомый аргумент лично мнение он не составляет уровень ощущений собственно собственно про губы что еще необходимо сказать как понять что человек заинтересован в покупке что но ему интересно что действительно это его в данный момент он губы облизывает то есть как бы вот он увлажняет рецептор он увлажняет рецептор чтобы рецептор стал более чувственный и еще приносил ему дополнительную информацию то есть я увидел что-то интересненькое хочу больше об этом узнать до этого идет облизывание губ но не путать с сексуальным возбуждением потому что когда у оппонента он облизывает губы и поэтому глаза блестят скорее всего это будет сексуальное возбуждение а то есть это для тех девушек которые пользуются там глубоким декольте и так далее то есть чтобы не спутать поведенческие поведение в одном и во втором случае абсолютно верно если человеку не нравится те условия которые он услышал либо тур не нравится либо цена высокая он будет наказывать губу за то что то принесла ему плохую весть это будет покусывание вот так вот а если человек поджимает губы так это легкая досада это он сенсор не наказывает но при этом прячет внутрь чтобы на сенсор не поступала отрицательная информация от и отрицательность информации это оценка мозга допустим я это хочу но дорого да да или да этот ну допустим хочет же на но мне это да то есть вот муж жена и вот это вот можно как раз увидеть до жена да все загорелась муж прижал досада до показал досаду все здесь можно то есть стоит поискать в этом же направлении но сначала нужно вытянуть у мужа чтобы ему хотелось и может быть найти вариант такого но с перламутровыми пуговицы что еще необходимо если может таки купит готов ну пойдет на это то потом он будет жене портить он портить весь отдыхе она тоже придет недовольная губы причем нельзя контролировать ну человек может себя сдерживать максимально зажать и не выдавать но как правило никто об этом не думает поэтому просто смотрите но не в рот она губы по их движением вы понимаете на самом деле человек заинтересован либо ему не нравится либо это вообще не его если мы говорим про высокую цену это будет следующее движение человек оценивает размеры рта грубо говоря зайдет ли ему эта поездка сможет ли он ее проглотить и когда вот данное я данное движение он оценивает не только цену вообще все условия но цена это самое важное одно из важнейших условий вот переоценка смогу ли я употребить утилизировать данную путевку оценивая вот эти вот характеристики вы очень легко поймете настроен или что-то ему мешает итак это базовые вещи до которых мы говорим то есть сегодня прозвучали это форма головы это подбородок подбородок это губы и рот да и рот и еще один могут один маркер который сэкономит уйму времени это глаза штука штука том что все органы рецепции кроме глаз работают с любительской системой но тут древняя такая часть нашего мозга которому эволюционно около 50 миллионов лет он собирает именно информацию по ощущениям человека глаза работают именно на круг головного мозга именно левое полушарие поэтому чем больше глаза тем больше человек подключает не только кисть по сути а то как наш мозг нам показывает штука простая лимбическая система это аналоговый носитель он как есть по сути там он есть нос и что унюхал то унюхал ухо что услышала то уже изменить невозможно а вот глаза это полностью цифровой носитель по сути видим и мозгом не глазами на самом-то деле мозг нам формирует картинку из полученных фотонов и мы видим именно глазами и чем больше глаза тем более виртуальная у нас картинка которая сильно отличается от реальности поэтому большеглазые покупатели особенно девушки склонны себе рисовать что-то чего на самом деле не существует свои собственные представления о мире которые очень сильно оторваны от реальности и я бы сказал большеглазый клиент хуже длинноголового почему потому что у него будут вот невероятно красочные сказочные представления о этой поездке он себе все там представит как это должно быть но это не проблема турфирмы то что он себе представил это его субъективные но винить он в итоге будет будет да точно также субъективно представляя что это вина турфирмы поэтому с этим работать как с этим работать если есть возможность не работать то лучше не работать но в данном случае нет как как немного приземлить вот эту картинку может есть какой-то вариант попросить клиента рассказать о том что он себе представляет и немножко занизить могу дать две рекомендации первая рекомендация просто заранее показываете как там есть на самом деле а вторая рекомендация это уже рекомендация ближе к продажам данным людям очень важен их внешний вид важен их имидж и они полагаются в основном действительно на картинку поэтому если задача просто продать просто продать то большеглазым можно показывать красивую этикетку они на не будут легко плевать а если задача стоит обезопасить себя от проблем дальнейших все-таки необходимо уделить некоторое время и показать все что вы хотите показать реальную картинку ну да наверное у многих менеджеров по туризму есть свои фотографии отелей в которых они бывали и допустим мы когда ездим в рекламно-тренинговые туры то мы обязательно фотографируем весь отель ну максимально стараемся вот фотографировать в том состоянии в котором он есть и получается два набора фотографий один с официальных сайтов или с сайтов туроператора где описан этот тур ну а второй набор это уже у каждого менеджера по туризму есть свой то есть фотографии реального состояния отеля ну на тот момент когда посещали посещаем понятно мы либо в начале либо в конце сезона в начале сезона это еще половина там ремонтной работы заканчивается поэтому там вода в бассейне еще не набрана там вычищается если эту фотографию показать человеку с как раз большими глазами то для него это будет такой но нельзя да вот но с другой стороны если мы понимаем что этот человек сформировал себе картинку прям вау то выборочно показать одну-две фотографии реальной ситуации что да на вот сейчас на фотографии там роскошная зелень и все остальное но вот смотрите они пересадили часть деревьев и поэтому зелень выглядит поспокойнее поэтому давайте посмотрим какая она в реалии картинка это неплохо нехорошо они обновили этот фонд и сейчас вот картинка такая чтобы не было завышенных ожиданий и это наверное те люди которые потом фотографируют потеки на потолке и так далее потом говорят вот что же вы же мне показывали фотографию сделанную в образцово показательном номере а было совершенно по-другому да то есть немножко занизить такая возможность есть ну вот это вот как раз дополнительная стимул для того чтобы уважаемые коллеги делать вот эту подборочку фотографии отелей в которых вы бывали и сохранять у себя на компьютере или на внешнем жестком диске который позволяет это сделать подключившись к любому компьютеру и показав клиенту истинную картинку по отелю вот наверное такой вариант да в принципе я мог бы еще рассказывать и рассказывать но и нас несколько до лимит рамка по времени поэтому спасибо огромное за сегодняшний рассказ этого у нас получилось если я не ошибаюсь 6 маркеров да то есть форма головы подбородок рот губы глаза и мы поговорили о еще говорили о носе до форма носа и так далее вот итак у нас есть пять с половиной маркеров к 1 которых можно как раз потренироваться уже прозвучали домашние задания и что же будет дальше происходить но однозначно мы будем встречаться в прямом эфире говорить на эту тему уже развитие этой темы о следующих маркерах приводить вашему вниманию различные кейсы вот готовы отвечать на ваши вопросы вы нам можете писать в студию через по электронной почте или делая звонок контакты есть на сайте hot tour.com.ua ну и кроме этого у александра есть страничка в фейсбуке на которую вы можете зайти и соответственно есть сайт на котором вы можете подчеркнуть информацию об открытых мастер-классах и прийти уже к александру лично и задать ему вопросы или поучиться у него спасибо александр за сегодняшний рассказ но с вами сегодня были александр вынов и максим шкилев спасибо и до новых встреч пока пока